всем привет мы начинаем новый влог сегодня у нас 20 марта понедельник лёша уже в машине меня ждет время половины 9 утра и я иду на коррекцию татуажа так что все вам расскажу покажу беру вас с собой поехали и тут еще с вами лёшин здорово всем привет и у нас сегодня кстати пасмурно тепло ну понятно что тепло ну просто я взяла выходной и можно было посходить куда-нибудь погулять ничего будем заниматься домашними делами мне надо постельное белье поменять сегодня суп сварить и пирожки пирожки самое главное до конвертики или рулетики какие-нибудь ореховой смесью так что все равно я хотела чтобы солнышко было может на балконе окна бы помыла но может хотя бы протру их и вставлю москитные сетки вам только начало потому что вчера мы открывали окошко и к нам налетела муха уже представляете да надо ставить москитные сетки ладно мы поехали а то нас на еще представить пробки ставить да и тогда мы точно опоздаем поехали ну все я уже пришла к ленке добавлены сейчас будем наводить с ней красоту а лег ты хоть узнает меня коррекция у нас коррекция нам нужно сделать обязательно цвет чуть-чуть понасыщеннее даже да да губки чуть-чуть почетче понасыщеннее поплотнее в принципе все стандартно все как у всех спрашивают ноги почему надо коррекцию делать не позже двух месяцев дело в том что у нас происходит обновление кожи у нас получается пигмент находится под кожей а кожа каждый месяц у нас регенерирует зависимости от возраста она может регенерировать два-три раза например у девочки 18-летний или хотя бы раз в месяц у женщины взрослой и вот когда у нас находится пигмент под кожей у нас кожа раз обновилась пигмент чуть-чуть поспрятался второй раз кожа обновилась эпидермис опять пигмент чуть-чуть поспрятался и получается скажем так слабый результат и когда вы на коррекции приходите его обновлять насыщать тот того что есть под кожей может быть недостаточно возможно потребуется 3 процедура вот и все но это опять же в зависимости от того кто что хочет ходить и вовремя ходите вовремя все я пошла спать да хорошо с ней тут красоту выведем дело в том что красочки по составу бывают разные в нашем случае краска жидкая и чтоб она не прескалась прячемся ну что наносим анестезию на глаза глазки ни при каких условиях не открываем во время процедуры если щипет на коже глаз это норма если что-то щипет внутри сразу говорили нельзя чтобы анестезия попадала в глаза но она как бы и не попадет глазки открывать нельзя чтобы не было жук роговицы всем понятно а страна лопить будешь тоже упаси боже упаси что хотела я что-то хотела анестезию анестезию держим 15 минут тебе не больно было в тот раз нормально терпеть все общение астезия хорошая да вообще не больно все глазки закрываем потихонечку наносим мне мама говорила когда очень хочется то можно в этом случае не работает нет не работает это как представляешь вот какой-нибудь ерунда тебе в глаза налить так и здесь но я не буду про это это все как бы говорится только так страшно на самом деле это все абсолютно не страшно все эти делается очень аккуратненько это ничего плохого в жизни не тела нет 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 я при любых раскладах все забываю и наш мне чуть-чуть вдруг не прекратится в жизни суток а вот потому что мне точно нужно чего-то другого позлилось пять минут все забыла она теперь даже никогда не злилась она вы не представляете мы с ней когда встречаемся дождем всю дорогу на что тут обижаться человек позитив чего жизни так плохого хватает все анестезию нанесли ждем 15 минут 10 15 минут уж 15 у нас с эффектом теней поэтому немножко подольше подождем все потом приступим к работе тормозим мне с одного глаза уже сняли анестезию и сейчас мне будет приятно иголочки у нас все одноразовые стаканчики тоже сюда красочка наводится вот таким образом беру красочку здесь у нас хлоргексидин с мылом латный диск то есть параллельно мы протираем опять же убираю удаляя краску дезинфицируем все на свете поехали потихонечку работать сейчас у нас коррекция глаз идет делаем первый проход после первого прохода мы наносим еще раз анестезию которая проникает именно сами прокольчики и обезболивает все внутри работа с глазами естественно же она подразумевает ювелирную работу да потому что это глазки в то же время как я говорю своим клиентам я сама себе не враг я сама себе не враг я никуда не залезу это первый момент второй момент когда мы работаем с глазками мы натягиваем кожу вообще с любой зоны когда работаем натягиваются кожи когда кожа натягивается на глазах очень приличное полотно получается для работы в глаз принципе попасть но нереально но это если только ты совсем там со зрением не дрожишь сейчас мы делаем еще вот один проход вот этот вот самый первый ближе к носу обычно щекотно бывает что-то где-то какие-то окончания затрагиваются а вот сейчас меня обломали я это думал коньячку трясется нос и елки-палки у нас спиртик имеется да да ой ну ладно надо мыть это процедуру 100 процентов а его надо разбавлять водичками желательно да хороший спиртик у тебя есть опыт пусть таких как я до клиента я только наслышала честно говоря я думаю таких лет как я ответишь что я снимаю да вижу потому что я только ноздри снимаю так а вот давай я тебе сейчас чуть-чуть вот так вот вот направлю можешь поддержать вот подержи вот так опять же первый проход сейчас я чуть-чуть просто надкалываю глазик и сейчас не работаю над сохранением рисунка рисуночек у нас есть после того как нанесу вторичную анестезию еще одну тогда уже буду прорабатывать все конкретно где у нас там что у нас там видите красочек разбрызгивается как чтобы человеку не попачкать накрываемся так все сейчас буду вытирать вытирать будто немножко грубо на самом деле она мягкая женщина ну точнее характера и но она часто ко мне применяет силу часто часто была замечена знаете как она приходит ко мне как-то однажды однажды я тогда блондинка была это в принципе я сейчас уже на днях должна вернуться обратно в блондинку а вот волосы лечила так вот она мне такая лежит и говорит тоже мне белая мягкая пушистая а сама то волосы дерет иголками тычет так что вот так часто ко мне крупность применять да но я поначалу то грубость а потом какие вы все красивые и счастливые но не то слово не то слово поэтому и хоть так ну что я тоже не знаю наверное останавливать потихонечку хотя ну что останавливать сейчас покажу как вторичную анестезию наносим вот на вторичная анестезия производство сша каким-то образом чудесным она попадает к нам россию наносим вторичную анестезию леночка ой леночка танечка все уже вот у нее дочь лена понимаете вот как я с детства лена лена так и таню вечно с леной путаю танюш будет щипать щипать может сильно если что скажи по машинам там мне телефон в сумке если что звони лёшке скорая помощь пусть везет коньяк я буду пить а он дуть через трубочку а да да через трубочку блин через трубочку через трубочку через пять минут я уже буду вообще сушетки не слипся так и вот ждем вторичную анестезию одну-две минутки вот эта анестезия она у нас сужает сосудики в этот момент у нас соответственно нет выделения скажем так какой-то крыльной росы но и в принципе не должно быть при правильной работе и в то же время глаз менее чувствительный меньше дергается там человеку спокойнее и так далее и все потом уже дорабатываем нюансы которые нужно доработать почему иногда коррекция требуется не то что иногда на требуется 90 процентах случаев потому что пигмент это инородное тело для организма как он у ляжется никто не знает так на кого да вот так красиво я волосы уложила так вот значит коррекция нужна для того чтобы выровнять пигмент и может быть даже сделать его чуть поярче понасыщен вот в принципе и все лена не замужем прекрати прекрати не совсем типа как бы я не замужем пропьем ее с удовольствием Тань ты в моей смерти хочешь господи прости я на свадьбе хочу погулять вот так вот какой-то чьей нибудь то ли на свадьбе то ли на поминках то определись слушай нет у меня платье не черное ой боже надо выгулить платье платье надо выгулить надо выгулить у меня красное ну ты хотя бы на один денечек сам уж выйди хоть на один денечек слышали на один денечек я согласна незаметненько так мне платье садить а мне денег подсобрать на свадьбу а да сейчас же деньги дарят точно кому что на один денечек на один денечек нам тут понравится ой мама дорогая все может быть все может быть ну вот видишь мне вот понравилось замужем то да очень хорошо ой счастливая женщина как мой брат скажет вот мне с сестрой повезло у меня самая замечательная сестра а вот Лехи с женой нет а ну давай все время так вот и все а все почему потому что я у божечки просила хорошего мужа Алёша нет Алёша не очень просил вообще не просил ему досталась яна не замужем брат хорошо вообще очень что сказать даже не знаю выключила нет глаз снимаю нет ты куда то отвернулась да камера с телефоном попроще а вот так виден глаз мой мы видны с тобой хорошо а ну да я же без глаз не могу видно быть значит глаз обходит ну что поехали дальше прорабатывать все все отключаюсь подключайся да будем работать там видно хоть что я снимаю ну как я наношу анастезию видно да это мы сейчас на губки наносим цвет у нас лег хорошо сейчас еще разочек этим же пигментом пройдемся мне будет вообще шикарно поярче хочется нет угу угу там капельку еще одного потом добавим и все ааа привыкаешь шея уже кажется что маленькая бледненькая угу поначалу то о вау а потом начинаешь привыкать угу так у нас сейчас идет второй глазик после второй анестезии сейчас будем с ним работать сейчас будем с ним работать сейчас будем с ним работать выключай наверно потихонечку что там видно мои губы меня видно ахахахаха ахахаха а для тебя и губы ну-ка дай-ка я сейчас вот на губы чуть-чуть вот так и я и и и и и и все мои достоинства ахахаха ахаха и губы да губы да так губы губы чтобы мои видны были а не твои достоинства ахахаха мы же тебя все равно замуж над одним день собрались и отдавать не говори сейчас мы будем губкам переходить глазки мы сделали конце процедуры мы потом еще умоемся вытираем анестезию это хорошо мне даже зуба каменялись это потому что мы много разговаривать попадает есть такое так наверное да все губки как держишь так и держи поехали срегулирую иголочку . у нас новая для губ будем делать чуть-чуть поярче сейчас мы конечно тоже будет очень яркий после процедуры потом будет поспокойнее но в любом случае он будет насыщеннее того что есть сейчас мы изначально хотели губки спокойные нежные чтобы они у нас просто как бы были чуть-чуть подчеркнутые немножечко как бы видны со своей определенной сочностью но сейчас решили сделать их посочнее поярче терпимо 870 хорошо хорошо прекрасно мы вот таким вот образом на губочки заштриховываем как у меня одна ученица моя сказала ой да как у раскраски я говорю да тип того только при этом нужно чувствовать кожу понимать где-то находишься в каких слоях не углубиться и на поверхности в то же время совсем не сработать потому что эпидермис отшелушивается ничего не останется углубишься если гиподерму это жировая клетчатка по другому там наоборот искажение цвета может пойти и цвет провалиться может так что это простым языком объясняю про гиподерму про эпидермис все просто наша задача работать в дерме причем не оконешь как шкалю ничего понятно у нас даже немножечко роса выделяется кровяная лимфа образно говорят крошка вообще на губах самое неприятное это контур и вот эти вот бантики здесь и здесь вот эти места самое неприятное все остальное абсолютно терпимо абсолютно то есть говорить о том что губы делать прям вообще оттас как больно мы не могу сказать что оттас неприятно бывает в некоторых местах но сказать что это прям боль какая-то невозможная не могу я это сказать хотя вы знаете в самой татуажа нет никакого не напыления не акварельки не татуажа и не микроблейдинга ничего а почему а потому что у меня аллергия на ледокаина у нас анестезия в основном на основе ледокаина идет так сейчас вытираем это все бегленько мы как бы над кололи на такой чувствовал ты даже не дотрагиваешься дотрагиваюсь потом посмотришь даже разницу оттенка нижние верхние губы на камере у себя потому что верхняя губочка уже у нас чуть-чуть поярче так я сейчас еще разочек пробегусь и потом опять обезболим еще одна анастасия старичка я ну-ка иди ко мне сюда сейчас все это дело у нас заполняется опять же для чего для сочности для плотности для более явного эффекта поярче чтобы было для помадного эффекта танюш если что чуть-чуть потерпи я нужно учиться что надо тратишься господи славьте господи так хорошо при спокойненько работаем она говорит не чувствую видите вот они мелкие крапления вот они вот эти вот реакция сосудиков на прокол то есть чуть-чуть у нас тут кровит кровяная роса я ее называю это нормально для губ это вообще как бы нормально плюс сосуды близко поэтому тут вообще все в пределах нормы так ну наверно потихонечку отключайся будем работать все основное такое я рассказала я была чистая когда уходила из дома умывалась зубы чистила потом я пришла к леночке добавлены а я очень постаралась очень все испортить поиспачкалась у нас выйдет нам осталось контур или губы и сюда и уже нет нам не контор нам пробить полностью губы надо чтобы они были такого же цвета как верхняя губа а потом уже контур все только то начинается с нижней губой только начинается смеешься я тут лежу же два часа да все только начинается осталось 10 минут все только начинается лена ты как бы приватим спустя четыре часа и опять и все готово да она тоже мы спустя четыре часа горит только начинаем до этого было подготовительное что за человек так все сидела погибла попали дальше смотрите как она сделается но они все равно к это краска эта краска это не кровь что тебе кажется что ты не то трогаешься до меня вы видали вообще то нонсенс чтобы вообще не чувствовать я губы делаю причем я их делаю красочку кладу здесь у меня сейчас пять иголочек сразу в одном картридже да чтобы работа быстрее двигалась что-то хочешь сказать вот что-то хочешь что их очень вижу где они где-то там твои иголочки где-то там там еще сантиметров до губы а ты не дотрагиваешься дотрагиваюсь когда трагиваюсь я посмотрю в этом на телевизоре хорошо хорошо на телевизоре здесь у танюша сосудик маленький ее собственный вот красное пятнышко видите вот он а несколько месяцев назад на верхнем полу ну вот заживет наверное так дома пропадет куда-нибудь а так есть еще такая процедура есть штука такая когда их прижигают эти сосуды знаете люди которые делают электроэпиляцию волос это удаление волос навсегда они же этим же аппаратом могут прижигать сосудики чтобы их не было нужно взять волосы навсегда да да при помощи электроэпиляции не лазер не фото а именно электро это долгий процесс нудный но стопроцентовой почему мы еще не сделали я этого не делают у меня девочка которая это делает тоже танечка потому что пока научишься ой боже мой ты знаешь я купила себе аппарат молоденно-похудильный как я говорю говорю он стоит город вот этот вот страшный мне а пора не вот этот а он тот ну вот этот щеткой да 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 и еще показывал видимо я вижу да все правильно да но и сюда обратно но вот и что вот этот аппарат владельно похудели а я все никак не могу его в работу запустить и некогда у меня слава тебе господи на пирмонент люди ты не хочешь чтоб я стала молодая красивая очень хочу очень хочу я сама хочу давай записываться надо ты молодая красивая дочь точно точно завтра 8 лучше все много работать придется так мы работаем работаем вот так ли сейчас вы вижу меня уже умыли красотка у меня кстати здесь пухле и губа да она сейчас отечная да они снятел но я бы не отказался таки бук между прочим между прочим накачаем когда я буду каждого утра накачивать иголочками не это не больно под анастезией анастасия больно боль вот такой у лена кабинет красота да и только мы уже очень спешим потому что следующие люди уже достаточно долго нас ждут такой кабинет на колено у нас все красиво тут у нас сейчас будет обучение у девочки поэтому если вдруг есть какие-то желающие на бровке и не шестничку милости просим нам нужны модели под моим чутким руководством все ссылочки под присмотром под видео и закреплю первым комментариям так что если есть желание записывайтесь лена вам всегда рада да однозначно сердечко сердечное все я бываю все ухожу ну как тетва жена красивая не было не накрашен начать накрашенные я и была накрашенная сейчас накрашен но в смысле я не была накрашена и сейчас не накрашена у меня сейчас губы накаченные да вот так я выгляжу вообще ни капельки мне не было больно и даже как-то все время казалось что но как будто лена не добивает как будто она даже не напрягивается до меня я все время ждала вот думаю сейчас но типа иголочка меня уколет ага не знаю может быть так вот хорошо анестезии меня берет может быть это просто анестезия очень хорошая может быть у меня так организм не воспринимает ну вот первый раз я делала татуаж вообще не было больно и вот сейчас коррекция татуажа вообще не больно так что могу всем смело советовать совершенно безболезненная операция мне мне нравится очень вот а завтра еще наращу реснички и будет вообще все хорошо красиво и нарядно ну мы уже приехали к доченьке этот влог про коррекцию татуажа я закончу чтобы видео не получилось часовым и начну уже новый влог о том как пройдет моя вторая половина дня сейчас выглядит вот так мои глазки вот так выглядит на губы анестезия уже начала отходить я уже хорошо полноценно чувствую глазки и губы мне совершенно не больно никакого дискомфорта у меня нет а мастером я очень довольна мастер замечательная и как человек и как мастер леночка это просто волшебные ручки и волшебная душа те кто с ней когда-либо сталкивался подтвердят на сто процентов мои слова замечательный мастер я вам ее рекомендую очень хороший человек всегда идет навстречу своим знакомым своим клиентам так что мастер замечательный буду заканчивать это будет первая часть нашего влога за 20 марта ну и соответственно начну вторую часть которую выложу уже позже всем спасибо и пока пока ссылочки на ленину страницу на страницу татуажа я оставлю под этим видео пока пока